здравствуйте друзья этот ролик не знаю многие любят подборки еще интереснее когда подборки подборки с архивных источников то есть они достаточно давнишние ну давайте послушаем коротенькие такие по минутке полторы максимум две с половиной минутки здесь я собрал вообще сложности минут на 10 ну то что мне понравилось я надеюсь вам тоже понравится давайте послушаем с удовольствием переговоры с коллектором то есть это перри адресация когда звонки коллекторов переадресовываются на нашу компанию и вместо моего колл-центра трубку беру я имею такую техническую возможность давайте послушаем что получается в результате нет не получится а вы с ней знакомы да это наш клиент вы позвонили ей она сбросила так не настроена переадресация на наш номер телефона вы сейчас беседуете с юристом физическая компания я вас поняла как можно к вам обращаться дмитрий евгеньевич скажите пожалуйста информации николаев сможете передать номер нашего телефона запишите ну вот она же его видит она дело в том что она в первую очередь не желает общаться устно она не знает на каком языке разговаривать с банком она уверена что ее будут обманывать в принципе права она в этом и конечно же обстоятельства и финансовые очень сильно изменились с момента подписания договора что она не могла предвидеть и теперь мы от ее имени напишем все интересующую банк информацию письмах уже написали точнее и отправили по почте россии я вас поняла но тем не менее да мы общаться будем только с ириной николаевной поскольку она наш клиент то есть будет она нам перезванивать или нет конечно это нет у вас нет нас не зависит да но тем не менее номер бесплатный все таки запишите я вам продиктую и передайте ей чтоб с нами связалась да мне не жалко я запишу у меня уже 150 записей вашего номера телефона есть но если есть если записан то смысла нет в этом конечно 8 800 713 13 да совершенно бесполезно и сейчас секунды потратили да много раз передавали всем нашим клиентам они смеются говорят а вы нам зачем ну так что хорошо я вас поняла в таком случае всего доброго до свидания компания НБА финансы Дмитрий Евгеньевич Кузнецов еще раз какой специалист фамилия имя отчества специалист компании НБА финансы Новикова Екатерина Сергеевна привет Катя не привет а здравствуй Дмитрий Евгеньевич здравствуй дата рождения вашу подтверждаете? какую? дата вашего рождения да стойте а я что за вопросы а что смешного я вас спросила ну я не знаю какую дату ну свою я знаю да я подтверждаю что я знаю свою дату Дмитрий Евгеньевич вы почему так разговариваете? как? я должен что постойки смирно вытянутся что ли? я сказал дата Евгеньевна вашу точните я сижу голый после спортзала только издушно вышел дата вашего помните проживание да а что вы видите я думаю смеяться всего хорошего пока как алло алло здравствуйте здравствуйте марина евгеньевна кем приходится? а вы кто? это дежурный юрист компания алиам наш клиент обратилась к нам за юридической защитой мы представляем ее интересы в данном случае вы позвонили на ее номер она сбросила сработала с функцией адресации и вы сейчас разговариваете с ее представителями я вас поняла документы вам предоставляли конечно предоставляли но к сожалению я сейчас не вижу данной доверенности возможно документы куда вам предоставляли нет она нам написала доверенность заключила с нами договор этого достаточно Вы не хотите не общайтесь. Мы вам что-то наставим? Вы же нам звоните. Да нет, ничего мы вам представлять не будем. Я вас правильно понимаю? Что? Это ее мобильный, правильно я понимаю? Вы позвонили на ее мобильный телефон, но она... Наш номер телефона, я вас поняла. Наш номер телефона, передайте ей можете, чтобы она с нами срочно сказала? У нее есть, вы же понимаете, вы ей звоните, она игнорирует общение с вами устного формата. Я понимаю, что вы под запись разговора все это пытаетесь мне сказать, но она вам перезванивать не будет. Да знает она, знает она номер телефона ваш. Она все ваши звонки сбрасывает, игнорирует. Да мы не боимся ваших звонков абсолютно, более того, мы рады им. У вас очень странная реакция, передать вы ей сможете или нет? А почему вы оцениваете реакцию неизвестного вам человека? Потому что я прошу передать номер телефона. Я вам совершенно объективно отвечаю, зачем делать ненужные вещи, она его знает. Вы можете, конечно, ответить на вопрос, вы передать ей сможете или нет? Я вам отвечаю совершенно отчетливо, он у нее есть, зачем делать то, чего уже... Передать вы ей сможете или нет? Кого передать? Наш номер телефона, чтобы она... Он есть у нее, девушка, вы меня слышите, он есть у нее. Его имени вы ей передать сможете, чтобы она с нами срочно связалась. Я даже не хочу вам отвечать, потому что вы какие-то нечете... Чем быстрее вы передадите, тем быстрее вам прекратятся звонки. Не хотим мы, чтобы прекращали звонки. Слышите? Алло? Алло? Здравствуйте. Алло, слушаю, здравствуйте. Звание мы с компанией БАФинансов, специалист отдела взыскания, Осташенко Ирина Олеговна. Скажите, пожалуйста, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, это вы? Савченко фамилия, Ирина Олеговна. Нет, вообще-то Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я вас спрошу, это вы? Вашу фамилию я просто не раз слышал, попросил повторить. Осташенко моя фамилия. Осташенко, да? Осташенко? Осташенко. О, спасибо, Сташенко. Да, я Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, слушаю вас. Так вы не ответили на вопрос. На какой? Я должен ответить. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы? Я же вам говорю, ну как же не ответил, говорит, да, я. Вы меня слышите? Очень хорошо слышу. Ну, замечательно. Так все же, это вы, я так понимаю, Дмитрий Евгеньевич? О, третий раз надо ответить, не, не буду уже. Ну, вы еще ни разу не ответили. Да ну, дела, у вас что там с ушками-то с вашими? Ну, у нас все прекрасно. Нет, если вы считаете, что это прекрасно, ну ладно, давайте еще, это я, это я. Алло. Здравствуйте. Департамент русских клиентов Национального банка Краснодара Сергеевна меня зовут. Алину Леонидовну пригласите к телефону. Ой, елки-палки, вы сегодня еще 20 раз позвоните, да? Ну, я больше не буду ничего рассказывать. Посмотрите, ваши коллеги там сегодня звонили, все, получили информацию полностью о ней. Больше не буду отвечать на ваши звонки. Ну, вы недавно сим-карту приобрели? Нет, она переадресацию включает. Она справила на нашу организацию с телефона звонка. А для чего переадресацию на вас? Я все объяснял уже вашим коллегам. В двух словах мы юристы, она обратилась к нам за помощью. А какому вы обещали, каким коллегам? Телефон не оставили вам контактный? Человек пять сегодня позвонила. Вот это ваш трасса. А для чего тогда на вас переадресацию поставили? Чтобы вы отвечали на вопросы, получается? Ну, я же не попугай по 150 раз одни и те же вопросы отвечать. Вы сами представляете ее интересы? Или какая организация? Нет, это наша организация, я дежурный специалист. А что за организация? Вот об этом я и говорю. Я не попугай. Ну, так на вас переадресацию поставили. Значит, сколько мы вам будем звонить? Вам нечем заняться больше, по 10. А вам нечем заняться? На вас переадресацию поставили? Вот, будете работать, выполнять свои, значит, должностные обязательства. Да вы мне, что ли, указываете, будете? На вас поставили переадресацию, значит, будете добры отвечать на вопросы. Да вы что, я уже ответил. Нет, вы не отвечаете. Я вам задаю вопросы, вы не отвечаете. Значит, вы не выполняете свои должностные обязательства. Вы сейчас не выполняете свои должностные обязанности. Представьтесь, во-первых... Ты кто такая? Представьтесь, с кем я разговариваю. Я звонил Алине Леониду. Алине Леониду. На вас поставили предрессацию. Представьтесь, с кем я разговариваю. Я сейчас тебя оторвать начну. Ты кому звонишь вообще? Вы кем являетесь? Я звонила Алине Леониду. Парло я являюсь. Раз вы являетесь юридическим лицом, будьте добры назваться. Я ж тебе сказал, папа Карло. Хорошо, я доведу до клиента, как вы представляете ее интересы. Давай, только разгон возьми побольше. Я думаю, она будет не заинтересована в дальнейшем. Ну ты думать-то учись, сначала думай. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте. Меня зовут Марина Викторовна. Отвел до судебного обыскания компании МБА Финансов. Позвонила во вводу вашего долга перед банком Русский Стандарт. На сегодняшний день от вас оплата не поступает. С марта 2015 года, Дмитрий Евгеньевич. 342 тысячи рублей, актуальная сумма, которую вам необходимо оплатить. В чем ее актуальность? Данную сумму, Дмитрий Евгеньевич, необходимо внести в полном объеме сегодня. Оплата поступает 7 июня. А в чем актуальность этой суммы? Как вы решили, что она актуальна? Ну, если вы вносите данную сумму, тогда вам банк предоставляет акции списания. Неустойно. И все пени, которые были вам начислены, будут автоматически списаны. Какой ужас. Актуально. Я что-то смешное говорю? Я что-то смешное вам говорю? Мне это веселит. Я не брал таких денег. Вы кому вообще звоните? Я вам звоню. Это понятно, что у меня. Безусловно, оформляли, оформляли карточку. Ну и что теперь? Имейте в виду, что полный долг намного больше. Я знаю. Люди ежедневные неустойки. 0,2%. Я не думаю, я знаю. Как вы будете общаться с конкурсом? Я бы на вашем месте думал почаще бы. Вот вы говорите, вы не думаете. Это жаль. Это жаль. Думать надо учиться хотя бы. Давайте вы на сегодняшний день будете общаться по поводу своего долга. А я что делаю? Вы лучше сами займитесь своим образованием и идите изучить Уголовный и Графтанский кодекс. Я думаю, в ближайшее время он вам пригодится. Девушка. Я поставлю документы для продажи вашего долга коллекторским агентством. Меня зовут Марина Викторовна. Марина Викторовна. В начале нашего разговора. Вас оскорбляет обращение девушка, да? Но я буду к вам обращаться как-нибудь по-другому. Ну, могу Марина Викторовна, если вас оскорбляет имя девушка. Вы, наверное, давно уже не девушка, да? Дмитрий Евгеньевич, вы на сегодняшний день сейчас будете меня оскорблять и общаться по каким-то онам? Я сговариваю с вами по поводу вашего долга. Чего вы взяли? Да я еще ни одного плохого слова. Вот вы... Официальный отказ от общения я вам зафиксирован. Я не вижу смысла общаться, потому что вы не мыщие. Боитесь, да? Алло. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю внимательно. ОТП-банк. Меня зовут Дмитрий Владимирович. Могу сказать Ольгу Петровну. Дмитрий Владимирович, фамилия у вас есть? Баринов Дмитрий Владимирович. Ага, очень приятно. Кого надо позвать? Ольгу Петровну. Не смогу, далеко она от меня. А вы родственникам приходите? Нет. Просто знакомым? Нет. А чем? Попытка. Попытка еще одна хотя бы. Я у нее на аттракционе. Вы можете с этим... Да ладно, мне нравится. Окей, это наш клиент. Угу. Ваш клиент какой организации? Что значит какой организации? А вы из какой организации звоните? Я же представился. ОТП-банк. ОТП-банк, да. Мы называемся общество с ограниченной ответственностью. Юридическая компания Алиам. Угу. Ага. Дальше. Вопросы? И как давно она у вас клиентом была? Коммерческая тайна. Угу. Да. Понятно. Не разрешила она нам об этом рассказывать, кому попало. Ну, видите, а ваш номер она разрешила давать? Да нет, это переадресация сработала. Вы ошибаетесь. А переадресация, думаете? Уверен. Пастор не на 7906, да, заканчивается? Не. Понятно. Да. Сейчас связи с клиентом не имеете, да? То есть, понятное дело, что формата... Почему не имеем? Каждый день общаемся, переписываемся, рассказываем, выкладываем записи разговоров с изыскателями обязательно. А как же это договор прописано у нас? То есть, она в курсе, да, всего? Конечно. А как вы думаете? Она же кнопку нажимает, сбрасывает, когда вы ей звоните. Переадресация срабатывает. Она под юридической защитой, намерена в законном формате решать все свои финансовые проблемы. Человек имеет право быть несостоятельным перед своими кредиторами. Почему нет? Есть закон? Ну, по договору, да, и по закону, как вы говорите, она еще обязана выходить на связь с банком. Да, нет. Если не хочет, может не выходить, а вы имеете право в суде это оспорить. У нас есть формат общения устный и переписка. Вы же помните, что в договоре написано, я надеюсь. Так вот, от устного она отказывается в этой связи письменное общение у нас. И мы, кстати говоря, вам все про нее отправили. И вы можете нам в ответ тоже что-нибудь отправить. Она получит, нам перешлет. Вам? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Необходимо услышать, Марина Евгеньевна. Нет, у вас не получится ее услышать, но вы можете информацию всю передать нам, мы ее представители. Я звонил Фестром, связь с банком. У меня тут горячая Наталья Викторовна, департамент работы и задолженности. А кем вы ей являетесь? Скорее не так. Она наш клиент, мы юридическая организация. Она обратилась к нам за юридической защитой в связи с трудным финансовым положением и невозможностью выполнять условия кредитного договора. Передайте ей информацию. Слушаю вас. Наш номер телефона 8 800 33 0350, промсвязь банк. Когда вы сможете передать ей информацию? Информацию мы у себя зафиксировали, так как она делегировала полностью нам все права по решению финансового вопроса. Вы, кстати говоря, можете написать на ее адрес, который указан в договоре. Любые ваши предложения, она их нам передаст, мы обязательно ответим. На данном этапе мы изложили на бумаге всю информацию, которая может касаться банка в отношении нашего клиента и отправили заказным письмом Почтой России. В ближайшее время ваш отдел для корреспонденции получит эти письма. Как только она с вами свяжется, звонки вам перестанут поступать. Нет, мы очень рады вашим звонкам. Подскажите мобильный телефон, я могу с вами точнее, Марина Евгеньевна? Нет, не получится, она нам этого не разрешала, передавать информацию голосу из трубки. Вся информация на бумаге изложена полностью. До свидания. До свидания. Он Кредитбанк, меня зовут Эмя Кшталин, могу поговорить с Евгением Григорьевичем? Нет, не получится. Вы можете всю информацию мне передать. Это наш клиент. Номер нашего банка, я на данный номер отправлю, ему, пожалуйста, передать, чтобы с нами связался, для уточнения информации. Можете информацию всю мне передать. Необходимо прямо с ним переговорить. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. ОТП Банк Москва, меня зовут Ольга Петровна, вам знакома? Еще раз, кто звонит? Ольга Петровна, вам знакома? А кто спрашивает? ОТП Банк. Нет таких человеческих имен, представьте, пожалуйста. Пригласите к телефону. Пригласите ее к телефону. Еще раз, вы позвонили. И теперь я хочу, чтобы вы представились. Я представилась, мужчина, причем трижды, дважды уже. Фамилия, имени, отчество я не услышал от вас. Я не знаю, с кем разговариваю я. Знаете, да, вообще. Я вам свои данные. Вы думаете, из-за того, что вы стели в какое-то здание под названием банк, имеете право хамить и звонить кому попало? Да, потому что вы им когнито сейчас звоните. Итак, уважаемые анонимы, представьтесь. Запись телефонного разговора ведется. И у меня тоже. У вас проблема со слухом к врачу. Да, проблема со слухом я не расслышал. Потому что у вас проблема с дикцией. Запись сегодня идет с 10 до 6 вечера. Какая еще запись идет? Вот и под конец УТП банк такая вот прям вообще быдлячка такая позвонила. Ну ладно, друзья. Это переадресация. Там, конечно, проскакивали ролики, когда мне звонили прям с банка. Но я думаю, это уже интересно. Многие из вас знают мою историю. Сейчас не буду на это распространяться. Послушайте, кто не знает. Очень много роликов, где я рассказываю свою кредитную историю. Уже полностью исправлено. Но так или иначе. Для тех из вас, кому интересно оказаться в числе наших клиентов. Пожалуйста, в описании этого или любого другого ролика пройдите. Вы найдете ссылочку на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация. Обязательно к просмотру. Подчеркну обязательно. К просмотру. Как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Компании Аля. Простите. Только после этого послушайте презентацию. Оставляйте видео. Ой, простите. Оставляйте заявочку у нас на сайте в форме специальной. В рабочее время вам позвонят наши специалисты и все расскажут. Вы зададите вопросы, на которые по какой-либо причине не получили ответов. Новые ответы вы скорее всего получите, просмотрев эту презентацию. Для тех, кто еще не подписался на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь, сделайте тот самый верный шаг, если у вас проблемы с кредитами, либо у ваших родственников. А таких людей очень много в России. Передайте им эту информацию. Поделитесь с ними в социальных сетях. Просто отправьте ссылку на любой из наших роликов с предложением подписаться на наш канал. Вы окажете неоценимую услугу тем людям, у кого действительно тяжело все. Поверьте, ситуация решается и решается очень эффективно. Как? Еще раз перенаправляю вас на наш сайт. Ну, тем, кому понравилась эта подборка, пожалуйста, поставьте лайк и группа ВКонтакте, где все наши ролики дублируются. Ссылочка на группу в описании этого ролика. С вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании Аля. Всего вам хорошего, счастья, здоровья и прекрасного самочувствия. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok